Всем здравия желаю! И с вами снова я, Иванов Сергей. Сегодня речь пойдет о милливольтметре V3-38A. Расскажу кратко о его назначении и о его, в принципе, поверке этого прибора. Милливольтметр V3-38A предназначен для измерений напряжения переменного от 1 до 300 милливольт. Вот они, интервальчики. От 1 до 300 милливольт. У меня включена сейчас сеть, разогревается. И от 1 вольта до 300 вольт. Сначала мы всегда ставим на максимальное 300 вольт. В диапазоне частот от 20 Гц до 5 МГц. В таком диапазоне частот и напряжений производится измерение этим прибором. А теперь более подробно поговорим о методах поверки этого прибора. Но в первую очередь хочу сказать, если даже вы не знаете, как поверять этот прибор, на каждый прибор имеется руководство, паспорт, где четко написано, каким образом производится поверка приборов, данного прибора. Но в большинстве случаев в паспорте это указывается. Вот, допустим, как у меня, видите, милливольт-метр. В 3,38А. Вот он, паспорт, видите. В паспорте на 16-й странице. Вот оно, видите, написано. Поверка прибора. И здесь четко, ясно написано, что, чего, зачем и делать. И смотрите, читайте. Периодичность поверки определяется заводом-изготовителем, да? Ну вот. И он по мере эксплуатации. Но не реже одного раза в два года. Данный прибор поверяется один раз в год. Ну вот. По мере... Читаем дальше. Что необходимо поверять? В первую очередь, при проверке прибора должны собраться следующие условия, значит. Прежде чем начать поверку, окружающая среда воздуха должна быть 20 плюс-минус 5 градусов. То бишь, не более 25 градусов и не менее 15 градусов тепла. Относительно влажность воздуха должна быть 65% плюс-минус 15, да? При температуре 25 градусов. То бишь, значит 65 плюс-минус 15, это значит, будет не больше 80% и не менее 50% влажности. Атмосферное давление должно быть 750, да, 750 плюс-минус 30 миллиметров тутного столба. То бишь, не больше 780 и не меньше 730 миллиметров тутного столба. Напряжение питающей сети 220 вольт плюс-минус 4,4 вольта. Частота 50 плюс-минус 0,5 Гц. Это в сети должна быть такая частота. Вот. Эти пределы должны обязательно соблюдаться. Если эти, как говорится, режимы не соблюдаются, значит, поверка в данный момент не представляется возможным. Таким вот образом надо иметь это в виду. И знаем, что проведение поверки, да, начинается всегда с внешнего осмотра прибора. Смотрим внешний осмотр. Внешний осмотр, опробование, то есть все переключатели пробуем. Нормально они функционируют. С задней стороны смотрим, все ли там надежно. Вот у меня заземление сделано. Видите, там все. Никаких шнуры, все хорошо, все замечательно. Никаких, как говорится, проблем для претензий по внешнему виду мы не имеем. Значит, мы его здесь уже пропускаем, ничего не бракуем. Все кнопки переключаются, все хорошо функционирует. Идем дальше. Вот. Пробное опробование, да? То бишь, опробование прибора. То есть, здесь вот написано. Ставим на диапазон 100 милливольт. На подиапазон 100 милливольт. И эталонного прибора, в данном случае, вот эталонный прибор V1-V1.8. 8, да, вставим частоту, вставляем частоту 1000 Гц, да, вот, 1000 Гц, это пробный вариант, да, здесь диапазон, и на этом диапазоне измеряем на милливольте пробные, как говорится, измерения. Если измерять, все нормально, ну, какой там у нас поставить, допустим, вот так вот. Все функционирует. Значит, прибор в рабочем состоянии. Пробные испытания мы провели. И далее, согласно, распечатываем протокольчик измерения, да, где написаны все параметры, которые мы должны измерить. Заранее заготовлен, видите, протокольчик, да, и мы будем измерять все эти напряжения. Ну, на определенных частотах. Соответственно, перед тем, как в этот протокол у нас впитывается, да, протокол измерений, впитывается, какой прибор будет измеряться, зводской номер, принадлежность, к какому подразделению он, как говорится, принадлежит. Соответственно, и здесь вот уже, видите, условия, да. Вот мы вписываем сюда уже температуру, влажность, давление и напряжение сети, которые имеются у нас в розеточке, куда включен этот приборчик. И сюда вписываем, в этот протокол. Далее уже производим измерения на всех диапазонах. Нам нужно проверить, допустим, на частоте 1 кГц напряжение. Предел измерения в диапазонах, значит, 1, 3, видите, сколько там диапазонов? 3, 10, 30, 100 и 300 напряжение. Соответственно, эти диапазоны мы подаем напряжение на частоте 1 кГц. Делаем измерения. Делаем измерения не один раз, а три раза. Делаем среднее значение. И получается более точный результат. Это надо иметь в виду. И плюс-минус допустимая погрешность, которая всегда по паспорту предъявляется каждому прибору. Здесь, в данном случае, нашему прибору погрешность 2,5%. Соответственно, в этих пределах мы можем допустимые пределы в этой погрешности. Так, проводим измерения. После того, как мы провели измерения на частоте 1 кГц, все эти данные, не один раз, а три раза высчитали, все измерения вносим в этот протокол. Все фиксируем. Все, одно измерение сделали. Дальше. Дальше мы делаем уже измерения, значит, на разных частотах. То есть, в пределах измерения 100 мВ, 300 мВ и разные частоты. То есть, на частоте 20 Гц, 45 Гц, 1 МГц, 3 МГц и 5 МГц. На этих частотах, в пределах, на интервале 300 мВ и 100 мВ делаем измерения. Так же самое, на этих же частотах, 20 Гц, 45 Гц, 1 МГц, 3 МГц, 5 МГц. Делаем измерения в пределах 1 В и 3 В по диапазоне. Все данные, так же самое, отмечаем в протоколе. После того, как мы сделали измерения, занесли все в протокол, мы ставим клеймо поверителя. В обязательном порядке, что мы, именно мы, поверили этот приборчик и поставили свое клеймо, которое говорит о том, что прибор прошел поверку, и мы его заклеймили. Таким вот образом происходит поверка приборов. В большинстве случаев это происходит, таким же образом происходит для всех приборов, относительно только диапазона, и все это меняется. Но протокол в обязательном порядке оформляется на все измерительные приборы. После этого, потому что он подшивается и хранится 3 года. в архиве, чтобы можно было достать по-любому и, как говорится, предъявить по назначению. Вот таким вот образом происходит поверка приборов. Так же самое после того, как прибор не используется или еще что-то, его можно переоформить на длительное хранение. То бишь измерения уже не надо производить. То бишь мы его снимаем, исключаем из графиков и переводим на длительное хранение. Если вам понадобится этот прибор, вы его снимаете с длительного хранения, поверяете и снова пускаете в эксплуатацию. Вот таким вот образом происходит этот процесс. Вот так вот вкратце я вам рассказал о поверке милливольтметра V3-38A. На этом я свой, как говорится, небольшой рассказ заканчиваю. До новых встреч в новых измерениях приборов. Всего хорошего. Всем здоровья. Продолжение следует...